Привет, меня зовут Анна, это мой второй анбоксинг посылки, полученной от прокси-сервиса ДарамДжиПэн. Как и первая моя посылка, которую я отправляла оттуда, все было отправлено способом Е-пакет. Собственно, доехала, например, за те же сроки чуть больше недели. Так, ну что, в принципе, тот же скотч, единственное, почта немножко помяла, но это в порядке вещей для нашей почты, ничего необычного. Ну что, давайте открывать. Итак, почтовые документы, я думаю, смотреть не будем, ничего интересного нет, ну, разве что, кроме как детонажных. А нас интересует содержимое данной посылки. Итак, обычный, все тот же скотч, в котором все довольно, достаточно качественно проклеено. Так, я по традиции открываю снизу, и в этот раз меня ждет пупец. Если в прошлый раз при открытии я обнаружила, что снова не было никакого практически уплотнителя, кроме слой пупочки, и сейчас все абсолютно наоборот. Вот эти веселые шарики, которые используются в прокси-серой сам при отправке посылок, у нас насыпаны прямо снизу. Ну, я думаю, что это чудесное море мы теперь не связали. Итак, что мы видим? А в этот раз мы видим, кстати, совершенно другую ситуацию. Если к первой посылке товары, которые мне были отправлены, были просто навалены друг на дружечку, наложены такой слоеный пирожок, и они никак не были вместе упакованы. Не могу сказать, что это было плохо, доехало все равно нормально. В этот раз все было аккуратно сложено, упаковано в такой вот конвертик, не конвертик, сверточек, и упаковано в пупырчатую пленку. Так, пупырчатка вполне обычная, ничего про это сказать не могу. Давайте смотреть. Вау, даже более того, все упаковали в папку-уголок. Обычно такая прозрачная папочка-уголочек. И, собственно, дальше уже поехали мои сокровища. Ага, первое это хитодики с изображением солнечной обсерватории. Я еще не разбиралась, что конкретно здесь изображено, но мне очень понравилась картинка, и для моей коллекции оно как раз. Так, и это у нас хитодики по аниме-изгнальник. Достаточно редкая вещь, которую я не вижу ни на Суругае, ни на Мандараке. То есть за этим стоило охотиться на Яху Аукциону. Вообще Яху Аукциону, можно сказать, что это действительно спасение для коллекционера, потому что там есть то, чего не найдешь в других местах. Вот, кот Гиаса, да, папочка. К моему сожалению, она оказалась очень маленькой. Я подозревала, что она будет хотя бы формата А4, а это, ну, А5. Ну, зато она красивая. Еще одна папочка. Папки я не собираю. Собственно, все это было куплено ради бонусного ситодика. Вот такого, который, как выяснилось, на Суругае тоже водится. Просто я видела его с совершенно другой стороны. Так, повесть о стране цветных облаков. Тоже достаточно редкий ситодики, который, ну, если искать, то только на Яху Аукционах, и иногда он всплывает на Суругае. Так, дальше еще одна прекрасная вещь, которую я заполучила благодаря Даррен Джепе. Это ситодики по детективу Конану. Т.е. детектив Конан — это вещь, которую я смотрю уже третий, если не четвертый год, и пребываю до сих пор в полном восторге от этого детективного сериала, который почему-то кто-то считает детским. Итак, собственно, вот первый. Если посмотреть, то здесь еще достаточно старенькая графика, они все ушастые, смешные. Но это было в период начала становления и популярности сериала. И второй тоже. Здесь какая-то головоломка, какой-то ключ к чему-то. Я пока не разбиралась. Думаю, надо будет посмотреть потом. Second Note. 1996 год. Ну, так, дальше. Смотрим дальше. А дальше у нас Гандам Сиит. Точнее, даже Гандам Сиит Дестини. Тоже ситодики очень красивые. То есть, с одной стороны, у нас Кира и Асуран. Он периодически всплывал на Сургаю, но у меня все не доходило руки его взять. А потом его просто не было. Так, дальше. Сказание из истерии. Тоже раритетная вещь, которую приходится ловить и караулить. Причем всплывает она достаточно редко. Иногда всплывает за какие-то совершенно не меняемые деньги. Так, дальше. А дальше у нас Ди Грей Мэн. Так, открываем. Эти ситодики были приложениями к каким-то лимитным выпускам игровых карточек. Вот первый, собственно, Канда Лавиален. Второй, Веселая Компания. Ну, ради него, в общем-то, лот и покупался. Потому что, если другие можно было найти на той же Суругая, то вот этот вот не попадался. И вот этот тоже довольно редкий. Ну, правда, это все нужно караулить. Но мне в какой-то момент решилось их достать сразу все. И тут, к счастью, они попались. Так, ну, это еще кусочек Old School. Я не смотрела пока это аниме, но выглядит весьма стареньким. Ну, для меня это бессонный аргумент за то, чтобы что-то посмотреть. Потому что современное аниме иногда оставляет в легком недоумении по поводу того, куда скатывается аниме-индустрия. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас... О, а здесь у нас еще ситодики по стране цветных облаков. Боже, как у меня все увлекает, а? Что делать? Ну, ладно. Еще один. Вот чисто мальчики. И еще одна мальчическая компания. Снова Конан. Много Конана не бывает. Ситодики по Конану это то, что я готова покупать всегда, когда есть деньги. Так, дальше. Это Дотинси от моего любимого автора. Рассказывает о приключениях, собственно, Куробы Кайта и Хакубу Савуру. Тоже детектив Конан и волшебник Кайта. Про Кайта Кида. Классная вещь. А вот дальше, наверное, самое интересное. Это у нас Кламп Токийский Вавилон. И вот это вот. Насколько я помню, это Красная комета, что ли, называется. Это манга Мотохагио. С другой стороны, очень красивая иллюстрация. То есть то, ради чего оно бралось. Потому что эта штука мне попалась один раз на Яхе, и один раз на Мандараке уже после того, как я выиграла аукцион. И, собственно, и все. При том, что Мандарак я мониторю уже несколько лет, но вот впервые оно мне попалось. И еще одна работа Мотохагио. Это история манга и аниме. Их было 11. Вот. Тоже фэнтами. И что-то странное. Если честно, я даже не помню, что это. Какой-то маленький пакетик. Сэнсэя арткостер. Интересно. Сейчас надо открыть. Если честно, я даже не помню, что... Ага, это должен быть постер с москвами генералами Посейдона. Команда, которую я... Да, да, действительно. Это оно. Москви генерала Посейдона. Причем старая графика. Это еще по манге Курумады Масами. Вот. Не могу сказать, что я большой фанат именно его стиля, но в аниме оно выглядит очень красиво. И дальше это у меня стиралочки. Так. Тоже по детективу Конану. Оп. Вот здесь вот Конан Иран. Конан и Синити. С другой стороны Шерлок Холмс. И маленькие детективы. Веселая компания, которая вечно влипает в неприятности. Вот. Такая вот была подсылочка. В принципе, меня, наверное, все сейчас устраивает. Единственное, что, конечно, всегда есть проблема в том, что стикеры клеятся прямо на... Собственно, упаковку. С какой-то отзирается хорошо, а где-то остаются клеевые следы, которые приходится потом оттирать. Ну, я оттираю при помощи жидкости для снятия лака. Вот. Для тех, кто собирает какие-то вещи, от которых коробки можно выбросить, эти стикеры особой проблемой не представляют. Ну, если попадается какой-то небольшой предмет, который хранится непосредственно в том пакетике, в котором он приходит, как это получается в моем случае ситозиками, то это становится в некотором роде проблемой. Потому что, ну, неприятно же, когда вот эти оставить нельзя, клеевые следы какие-то. Ну, в половине случаев оно легко отделяется. Где-то оно приходит в дополнительном пакетике, особенно, когда их несколько штук товара, да, продавец сам запаковывает и присылает в пакете. Тогда стикер отклеить не без проблем легко. Но иногда товар штучный, и это все, собственно, остается на пакетике. Ну, это, в общем-то, небольшая проблема. Меня в любом случае все равно работа с Даром Джипа вполне устраивает. Такой вот обзор, такая вот посылочка. Скоро, я думаю, буду формировать уже следующую. Там еще много интересных сокровищ, в частности, по детективу Конана. Ладно, всем пока. До новых встреч.